Летом в жаркую погоду мы только и думаем о том, как бы утолить жажду. Помимо обычной воды, многие предпочитают использовать еще одно проверенное средство – квас. Сегодня мы узнаем, как утолить жажду и не навредить здоровью. В эфире программа «Качество». И мы проверяем, из чего должен быть сделан настоящий исконно русский напиток. Почему квас называется квасом? Оказывается, слово образовано от древнерусского глагола «кысати» – «киснуть». Здесь и таится главный секрет. Именно благодаря высокому содержанию полезных кислот этот напиток отлично утоляет жажду. Но что мы пьем, покупая натуральный, настоящий, традиционный квас? Надо еще разобраться. Для экспертизы в обычном чебоксарском магазине мы закупили квас. Никола – изготовитель компании «Дека». Очаковский – «Очакова». Хлебный край – от производителя «Балтика». Русский дар – «Пепсико Холдингс». Квас, сделанный для торговой марки «Лента» – «Дека». Квас домашний – букет «Чуваши». На всех образцах написано «традиционный, натурального или двойного брожения». А еще квасфильтрованный, пастеризованный. Для наших дегустаторов названия и производители напитков засекречены. Посмотрим, кого выберут по вкусовым качествам посетители магазина. Какой-то приятный на вкус, немножко освежающий. Более такой насыщенный вкус. И нету кислинки. А вот именно хлебный такой натуральный вкус. Не было привкуса брашки. Было приятный на вкус. Не было послевкусия неприятного. Сладкий и вкусный. Мы выбрали номер шесть, потому что он показался самым вкусным. Мне понравился по номерам один квас. Он очень-очень вкусный. Шестой квас очень вкусный. Состав идеального кваса традиционного. Вода, сахар, концентрат квасного сусла или ржаная мука, ржаной солод, дрожжи или закваска. Это по ГОСТу. Каким должен быть настоящий квас? Как вам кажется? Домашним. Нет, квас каждый день практически. Жажду утоляет. В народном голосовании явным лидером становится образец под номером шесть. На втором месте номер один. Третья строчка рейтинга у номера пять. Остальные образцы кваса набирают очень мало голосов потребителей. Все шесть образцов кваса, которые у нас принимали участие в народном контроле, мы сегодня привезли в лабораторию исследования пищевых продуктов. Химики-эксперты проведут все необходимые анализы и расскажут, какой квас действительно качественный и безопасный. Квас у нас является безалкогольным напитком, изготовленный в результате неоконченного спиртового или молочно-кислооброжения сусла. Изготавливается он на соответствии ГОСТ 31-494. Квас у нас бывает фильтрованный, нефильтрованный. Фильтрованный квас – это означает, что там очищается от дрожжевых и бутериальных клеток и посторонних примесей. Фильтрованный квас у нас бывает пастеризованный, непастеризованный и прошедший холодную стерилизацию. Пастеризованный квас – это означает, что он прошел тепловую обработку. Нефильтрованный квас у нас бывает осветленный и неосветленный. Осветление проводится для придания напитку более хорошего потребительского вида. По физико-химическим показателям в лаборатории квас исследуют на содержании сухих веществ, объемной доли этилового спирта, углекислого газа и на кислотность. Кислотность в квасах должна нормироваться от 1,5 до 7 целых кислотных единиц. Сухие вещества должны быть не менее 3,5%. Массовая доля СО2 должно быть не менее 0,30%, а содержание спирта должно быть не более 1,2%. При выборе квасов в пластиковой бутылке не забудьте обратить внимание и на внешний вид. Внешний вид фильтрованных квасов должен представлять собой прозрачную пенящуюся жидкость, без осадка и посторонних включений. Пока наши образцы исследуют эксперты, заглянем одним глазком на производство кваса. Процесс изготовления – настоящее искусство. Для того, чтобы напиток получился вкусным, все его ингредиенты должны быть только самого лучшего качества. Все сырье смешивается и подается на варку. Варится где-то полчаса при температуре 105 градусов. И через систему охлаждения по герметичному трубопроводу подается в бродильное отделение. Туда же идут и дрожжи. Рецептура кваса состоит из подготовленной воды, которая поступает с отделения водоподготовки, из дрожжей пивоваренных, из концентрата квасного сусла, который включает в себя соло-ферментированный ржаной, муку ржаную, соло-печменный пивоваренный и сахаром. Многие производители в данное время используют более короткие сроки приготовления кваса и более удешевленные. Это квасы, приготовленные на сахарозаменителях. Кто-то использует технологию в процентном соотношении сахара и сахарозаменителя. И есть квасы, которые готовятся только на стопроцентном сахаре. Вот наше предприятие, одно из таких предприятий, которые готовят квасы по рецептуре стопроцентной технологии сахара. При выборе кваса обязательно обращайте внимание на этикетку, смотрите на состав кваса. А изготовителям, конечно, хотелось бы порекомендовать использовать только технологии на стопроцентном сахаре, которые действительно полезны, не только вкусные, но и полезные. Изначально квас непременно напиток двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого. Суть в том, что в процессе участвуют и дрожжи, и молочно-кислые бактерии. Большинство производителей применяют метод одинарного брожения. Используют дрожжи, но обходятся без молочно-кислых бактерий. А чтобы подкислить напиток, просто добавляют молочную или лимонную кислоту. Получается дешевле, быстрее и не так полезно. Ведь именно во время двойного брожения и последующего дображивания зерно отдает напитку максимум питательных веществ и антиоксидантов. Это единственно правильный подход. Квас полезен, когда в нем есть дрожжи. Ведь сами знаете, дрожжи, они полезны тем, что благотворно влияют на пищеварительный тракт, благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, также лечат дисбактериоз, авитаминоз, то есть витамины, содержащиеся в дрожжах, необходимы организму. А если квас приготовлен на сахарозаменителе, то, соответственно, там ничего полезного нет. А еще живой квас лучше пастеризованного, но пить его можно только в течение нескольких дней. Что же скажут нам эксперты лаборатории про наши образцы? В рамках проведенных исследований было проверено шесть образцов квасов по органолептическим и физико-химическим показателям. На соответствие ГОСТ 31494 квасы общие технические условия. Пять образцов из проверенных шести полностью соответствуют требованиям стандарта безопасности. То есть изготовлены по ГОСТу, из качественного квасного сусла и имеют хорошие органолептические характеристики. Один образец кваса под номером 3 не прошел проверку по органолептическим показателям, по вкусу и аромату. Ну все, можно отправляться за квасом. А за каким именно, решайте сами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»